Девушки отдыхают Кто здесь? Кем бы ты ни был, я вооружен! Ах, ну вот опять. Я знаю, что ты меня не понимаешь, но убери степлер или я ударю током тебя! История начинается с таинственного исчезновения частого детектива экстракласса Гарри Гудмана, расследовать которое предстоит его 21-летнему сыну Тиму. Помощь в расследовании ему окажет бывший партнер отца, детектив Пикачу, уморительный, остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой даже для себя самого. Обнаружив, что они каким-то фантастическим образом способны общаться друг с другом, Тим и Пикачу объединяют усилия в захватывающем расследовании этой запутанной истории. В погоне за уликами по неоновым улицам Райм-Сити, современного разросшегося мегаполиса, где люди и покемоны живут бок о бок в гиперреалистичном мире игрового экшена, они встречают самых разнообразных покемонов и раскрывают ужасный заговор, который способен разрушить это мирное сосуществование и стать угрозой для всей вселенной покемонов. Мир покемонов оживает. Фанаты по всему миру впервые смогут увидеть легендарного покемона Пикачу на большом экране. В качестве детектива Пикачу, единственного в своем роде. Кроме него в фильме представлено и множество других любимых персонажей, каждой со своими уникальными способностями и индивидуальностью. Покемон-детектив Пикачу представляет собой свежий и увлекательный взгляд на всеми любимую франшизу Покемон. В созданном с любовью к фанатам и набитым пасхалками фильме, Пикачу и сотни других покемонов впервые предстают перед зрителями в качестве трехмерных, отрисованных с помощью компьютерной графики существ, полностью интегрированных в гиперреалистичный мир. При этом каждый из них имеет уникальные характеристики, особенности и сверхспособности. В то же время, оригинальная и трогательная история и забавные герои очаруют зрителей по всему миру вне зависимости от того, насколько они подкованы в тонкостях мира покемонов и могут ли назвать хотя бы одного из 800 с лишним видов, многие из которых появляются на экране вместе с детективом Пикачу. Псайдак, Чармандер, Лудикола, Снабул, Сквиртл, Бульбазавр, Джиглипаф, Эйпом, Ликитанг, Мистер Майм и неуловимый Мьюту. Оказывается, Пикачу умеет говорить, и это только начало. Как хорошо известно фанатам по всему миру, Пикачу — это покемон. И неважно, насколько говорящими могут быть мимика, действия, язык тела и сверхспособности покемонов, на понятном нам языке пронести они могут только свое имя. Совершенно необъяснимым образом исключением из правил стал пушистик в кепке сыщика, миниатюрный, но быстрый, как молния, детектив Пикачу. Возможно, все дело в пристрасти к кофе, амнезии или врожденной энергичности, но этот ярко-желтый частный детектив не замолкает ни на минуту. Сами попробуйте заставить его заткнуться. В общем, в начале фильма детектив Пикачу по самой своей пушистой нос погряз в тайнах, который настолько запутанный и противоречивый, что он даже не может вспомнить, с чего все началось. И не успокоится, пока не разгадает все до единой. Кто он такой? Что случилось с его напарником Гарри Гудманом? Из чего это вдруг он заговорил на человеческом языке, понимает его только Тим, сын Гарри? В первом игровом приключении покемонов детектива Пикачу сыграл Райан Рейнольдс, который привнес свое уникальное чувство момента, стиль и слегка грубоватый юмор в исполнении роли заглавного героя. Дерзости детективу Пикачу не занимать. Мы подошли к нему со всей серьезностью. Он действительно потрясающий, каким и должен быть. В смысле, выглядит он как маленький ватный шарик. Представьте, что меня поджарили, поместили внутрь этого желтого малютки. Вот примерно так оно и ощущается. Я и до этого играл в фильмах с компьютерными персонажами, но никогда прежде не видел такой степени взаимодействия. Это что-то особенное. Когда вы видите на экране вполне себе настоящего, дышащего Пикачу, вам кажется, что стоит протянуть руку, и вы сможете дотронуться до него и погладить. Вот только не надо его тискать, а то я за него не отвечаю. Сохранившие пропорции, форму и характерные черты покемоны вместе со своими напарниками-людьми живут в уникальном городе Райм-Сити, основанном на революционном принципе гармонии между людьми и покемонами. Как говорит основатель города, визионер и филантроп, миллиардер Говард Клиффорд, которого сыграл Билл Найи. Подобно тому, как необычно и гармонично сочетаются покемоны и игровое кино, невероятная мимимишность детектива Пикачу самым нелепо комичным образом дополняется брутальным жаргоном сыщика, при этом образуя удивительно цельный образ. Молодого полицейского Тима, которого сыграл Джасти Смит, воспитывала бабушка в другом городе. Своего отца он не видел много лет, и вряд ли его это сильно расстраивало. Ему не нужен отец, ему вообще никто не нужен, даже собственный покемон. Но, оказавшись в холостяцком логове Гарри, Тим уже не ощущает себя таким крепким орешком, которым казался себе до этого. Он видит свои детские фотографии, неотправленное поздравление с днем рождения и билет на поезд, и комнату, заботливо приготовленную для обожающего покемонов подростка, который не прожил в ней и дня. Главное у этого фильма есть сердце. Он построен не просто на покемонах, а на вечной теме отношений отцов и детей, и семейных связей. Я думаю, мой герой-парень Тим чувствует грусть и легкое чувство вины. Он осознает, что отец любил его больше, чем полагал Тим, и, возможно, сам был частично виноват в том, что не дал Гарри шанса. Тяжелый момент. Возвращается ранимость, которую он ощущал в детстве и пытался скрыть всю свою жизнь. Но хуже всего то, что если у него и был когда-то шанс сблизиться с отцом, то теперь уж слишком поздно. Так, слушай сюда. Гарри инсценировал свою смерть. Или кто-то инсценировал смерть Гарри. Или Гарри инсценировал еще чью-то смерть. Третий вариант. Полный бред. Поскольку весь фильм основан на взаимоотношениях этих двух героев, создатели постарались предоставить актерам максимум возможности прийти к взаимопониманию. Рейнольдс и Смит записывали свои совместные сцены за несколько недель до фактического начала съемок. Неожиданный подход, но оба актера его оценили. К тому же Рейнольдс остался со Смитом на съемочной площадке и после запуска съемочного процесса, проговаривая фразы детектива Пикачу в наушник, в то время как Смит при этом произносил свои реплики на камеру. Когда Тим и детектив Пикачу разматывают клубок зацепок в последнем деле Гарри, у них неожиданно, но своевременно появляется союзник Люси Стивенс в исполнении Кэтрин Ньютон. Она занята своим расследованием случаев необъяснимого и нехарактерного для покемонов поведения, которое привело ее к квартире Гарри. По ее мнению, детектив задавал те же вопросы, что и она, но, возможно, подобрался слишком близко к истине. Люси – репортер. Ладно, скорее младший репортер. Хорошо-хорошо, она стажер, но она своего еще добьется. Я люблю пародировать свою героиню с фильмом, где по сюжету Люси, которую вечно недооценивают на работе, борется за признание и уважение, которых она заслуживает. Вот теперь она вынюхивает, что же действительно происходит в Райм-Сити, ведь что-то здесь точно нечисто. Между тем, вдали от интриг и сильных мира севой находится еще один влиятельный житель Райм-Сити – некто Себастьян, управляющий нелегальным бойцовским клубом покемонов под названием «Круглый дом». На его груди вытатуирован чемпион Черезарт. На арене царит мрачная, накаленная до предела атмосфера, где крики толпы временами перекрывают пульсирующие ритмы музыки известного диджея Дипло, появляющегося в забавном камео. Здесь покемоны и их тренеры устраивают бои, которые в других городах они могли бы проводить открыто, но в Райм-Сити они нарушают закон. У Тима и детектива Пикачу есть основания полагать, что Гарри недавно посетил это место и его коварного владельца. Но фанаты сразу поймут, что, несмотря на явные намеки на видеоигры, происходящее абсолютно не похоже на привычные им бои покемонов. Эти игры совершенно иного порядка. Здесь царит беззаконие, и ситуация давно вышла из-под контроля. Не это ли расследовал Гарри? Раз однажды я навалял этому громиле, то наваляю ещё. Приятель, ты что делаешь? Не могу, когда смотрят. Вытащи меня отсюда! Пика-пика! Вот это поворот, поворотище! На самом деле, детектив Пикачу вполне себе серьёзный персонаж. Он реально уверен в своих детективных способностях и относится к себе очень серьёзно, особенно в этой кепочке-очёчках. Просто вылитый сыщик. Но я его воспринимаю как милый жёлтый комочек, который изо всей своей внешней крутости не может сражаться с врагами без помощи напарника Тима. И я попытался сыграть некую беззащитность этого мимимишного персонажа, но при этом добавил немного суровых ноток характеру Покемона. Детектив Пикачу — ну такой милый пушистый, которого постоянно хочется тискать и играть с ним. Я прям умиляюсь на него каждый раз, как вижу. И вот такой жёлтенький мимимиш обладает ироничным голосом со стёбной манерой говорить от Райана Рейнольдса. Да это двойная умора. В нашем фильме получилось потроллить все эти модные детективы Нуары серьёзными рассуждениями о шпионских заговорах за счёт тандема наших двух персонажей. Но только представьте, как милый комочек пытается сразиться с драконом или настоящими бандитами. Уже выглядит как фарс. Вы будете долго смеяться, это очень комично, конечно. Вся лента про покемонов построена на таком противопоставлении и высмеивании разных киношных штампов. Видение создателей фильма «Покемон. Детектив Пикачу» практически полностью совпадает с представлением фанатов о среде, в которой люди и покемоны могли бы жить вместе. В ленте показаны десятки покемонов, некоторые в отдельных ролях, а другие в качестве массовки. Сотрудничество кинематографистов с корпорацией «The Pokemon Company» было бесценным, и свой вклад здесь внесли президент компании и генеральный директор Цунекадзу Исихара, Хэн Сугимори, иллюстратор оригинальных игр, а также многочисленные художники и дизайнеры. Магия взвела нас вместе, и эта магия называется надежда. Слушай сюда, мы заставим тебя говорить. Или изображать. Да, расскажи нам всё. Трубка. Ага. Банка. Двигать. Толкать. Я отталкиваю людей, ненавижу их за то, что они уходят. Он говорит, ты можешь толкнуть. Что? Что толкнуть? Всё, с меня хватит. Меняемся ролями. Я плохой коп, ты хороший. Нет-нет-нет, манекоп. Вот это нежданчик. Картина «Покемон-детектив Пикачу» — это второй случай в истории, когда японская компания Нинтендо передала Голливуду права на экранизацию одной из своих франшиз. Первой такой франшизы были «Супер-братья Марио». Вышедший в 1993 году одноимённый фильм режиссёров Рокки Мартона и Аннабел Дженкел оказался таким провальным, что Нинтендо стала подходить к экранизациям своих франшиз с большой осторожностью. Перед детективом Пикачу стоит вдвойне непростая задача. Фильму одновременно надо справиться с проклятием экранизации аниме и видеоигр. Проекту также надо суметь привлечь в кинотеатр не только прожжённых фанатов покемонов, способных отличить Каторпи от Видла, но и обычных зрителей. Последних должен приманить голос Райана Рейнольдса. Ранняи реакции, как правило, бывают чрезмерно радостными и оптимистичными, и детектив Пикачу не исключение. Судя по всему, киностудии Warner Bros. получилось сделать кино для всех и побороть оба проклятия. Многие хвалят отличную историю, юмор и дизайн персонажей, благодаря которому на экране оживает мир покемонов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова